Повторяется от церкви впервые. Это не любит себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди время стал антиох-эпифан. Не разочаровывайтесь. Если я, допустим, арифметика проста. Если я об этом говорю, я говорю об этом задним числом, потому что мы это преодолели. Все одновременно преодолеть невозможно. И не надо даже на это рассчитывать и расстраиваться, если это не получится. Здесь нужно, опять же, шаг за шагом брать какой-то ориентир, понимать, что, допустим, сейчас мы займемся исправлением вот чего-то там, да, чего-то. И мы начинаем работать в этом направлении. Потом мы беремся за следующее и так далее. Все одновременно не нужно. Почему я вам и тренинги, допустим, не собиралась давать в эту неделю? Просто пощадила, я вас пощадила. Ну, это уже у вас будут, да, ваши лидеры решать, нужно ли это вам дальше. Нужно, смотрите, надо идти шаг за шагом. Вы приняли информацию, нужно что-то с ней сделать, попытаться. Попытаться. Тогда можно делать следующий шаг. А сейчас куча информации слить, ну, это бесполезно. Какие мысли, кроме «все как плохо», вот, а поконкретней? Почему ты думаешь, что все так плохо? Про что ты думала конкретно, вот, когда ты решила, что все плохо? Мы теряем, понимаем, что надо ставить цели и опять все равно, как то есть. Если никогда, ты будешь поставлены эти цели, когда-то все было прописано, проговорились. А вы их достигли? Ну, наверное, мы не до конца потерялись много этих целей, потерялись где-то в пункте. Ну, я вообще-то скажу так, ну, моё личное мнение, что люди знают, что они, они, как бы, каждый считает, что он знает, что нужно делать. Но если они запишут на бумаге вот эти свои мысли, они поймут, что они знают, что делать. Потому что очень легко, ну, как бы, я знаю, что делать. Надо будет это, надо здесь. Да. Запиши это чётко. И вот тогда вот то, что мы сейчас говорим, чёткое понимание цели уже 50% успеха. Потому что ты понимаешь, что нужно делать. Потому что сам не надо. Да, это очень похоже на обучение проповедников, гомилетика, наука о том, как проповедовать. Всё искусство заключается в одном. Запиши в один тезис всё своё послание. И какой ужас начинается, вы бы это видели и слышали. Просто не могут, не могут собрать всё, что они хотят сказать, в одну единую мысль. И если ты не можешь это сделать, значит, ты не сможешь её на самом деле дать. Не будешь говорить про всё, про праздное, много хорошего. Но вот то самое главное, ты не понимаешь сам, не можешь его оформить. И цель, да, я соглашусь, цель нужно оформить в лаконичный тезис, чтобы его можно было записать и повторить. Но всё там очень, когда доходит до таких вот прям каких-то недуховных вещей, правда же, как это всё как-то страшно недуховно выглядит? Зачем бюрократия, что там ещё там, контроль там, что там ещё, отчёты. Вот, всё это выглядит страшно недуховно. И вот мы думаем, что у нас есть лучший вариант, потом можем по 10 лет заниматься бесплодной тяжёлой деятельностью и приходим, возвращаемся опять, зачем-то, наверное, надо такие цели писать, да, как будто бы мы раньше этого не знали. Мы просто в это на самом деле не верим, что их надо записать, вот и всё. Мы не верим, что это даст успех, иначе бы мы это сделали. И ещё какая может быть проблема? Неправильно поставленные цели. Когда люди ставят перед собой задачи и цели, изначально они их не достигнут, они не смогут их достигнуть. Но они не понимают. А да, спасибо, они не знают этого. Нет, это просто них. Что вы говорите? Ну, она сказала, что слишком высоко, я просто сказала, что это не цель Божьего. Это их может быть цель, их цель. Они ведут так, а Бог же ведет глубоко. И это не Божьего, а цель человеческого. Поэтому он, если поставит, он его может, дети даже и достигнут, я с вами согласна, что мы можем видеть, как люди очень успешные в этом мире ставят цель, их прекрасненько-чудненько достигают, это их цель, и они молодцы. Я хочу сказать, что если бы мы хотя бы так достигали наших целей, мы бы тоже были гораздо большие молодцы. Хотя бы так. Например, вот моя человеческая цель, вот хочу я так, вот так я хочу. Вот Бог мне этого не говорил, а я возьму и захочу, чтобы моя группа, начать домашнюю группу, которая приобретет за год 16 человек, и вот через год еще по 16, вот такая у меня человеческая цель. Дай Бог, чтобы у меня все получилось. Я хочу сказать, что я в Духе Святого могла и не услышать эту цифру 16, и в Духе Святого мне перст Божий не нарисовал на небе эту цель, но она явно неплохое что-то. У нас есть, мы по-разному думаем с вами, понимаете, люди больше дары, возвращаемся к последнему пункту. Наши дары нам диктуют восприятие действительности. Вот я слышу, как вы говорите, и на то, что вы говорили, аминь. 100% вы человек, стремящийся к духовной атмосфере, я так думаю. Я так думаю, что для вас вот ощущение Бога, помазание, это движущие какие-то факторы. Видите? У вас такое, да, больше к пророческому действию настроения. Есть люди-методисты, которым нужна методика конкретная. И мы очень сильно страдаем в служении, когда у нас один дар есть, а второго нет. Потому что люди, как я, как вы, вот нам нужна атмосфера духовная, мы можем много всего увидеть. Мы можем увидеть Божью цель, но мы понятия не будем иметь, какими шагами туда прийти. И если даже мы туда интуитивно доползем, мы туда не сможем привести других людей, потому что мы не сможем объяснить, каким-то с их ментальностью, с их пониманием действительности прийти. Есть люди, которые говорят, я сделаю все, что ты скажешь, скажи мне, что сделать. Я говорю, ну, давай, помолись, как я, увидь, как я, почувствуй, как я. И вот я смог, и ты сможешь. И все. А ему нужно, мне нужно сесть, поработать очень недуховно, с ручкой и с бумажкой, как сказал, выработать методу, провести учеников по конкретным заповедям, да, там, лидера. И это мой труд. И он уже вот такой вот, очень выглядит недуховно. Моя своя домашняя группа, вообще мессианская община в Черноцах, когда начиналась, моя работа заключалась в том, что я очень ревновала сильно, значит, к этому служению. Каким образом? У меня в церкви, откуда я была рукоположена и послана на служение еврейскому народу, был уже плод определенный. Я же говорила, прошла путь от там, видит помощник, лидер домашней группы, у меня был регион, я была страшно занятой человек, я помню, когда дома была, ребенка не видела, ну, вся такая в служении, активная. И вот начинают сообщины. Приходят туда такие люди, ничего не знают вообще. Ну, группы, началась группа, поставили нового обращенного человека. И я вот это со своей компетентностью, ну, так я уже думала, что она у меня большая на то время, смотрела, как они все это неправильно делают. Ну, естественно, я всегда комментировала, что все не так. Ну, все не так, и все не так, и не так, не так. А покойный супруг принял ответственность, тогда ему-то все надоело, он говорит, значит, так. Я говорит, помолился или там, а, он говорит, сон приснился мне, как-то так. Говорит, ты берешь группу, и ты берешь группу. И мне сказал, ты берешь группу. И я как-то на это не сильно рассчитывала, потому что я уже вела к тому времени регион, и я говорила лидерам, что им делать. Но начинать сначала я не сильно хотела. И вот знаете, что произошло? Бог, знаете, как посмеялся, пошутил надо мной, что ли. Я думаю, я так долго рассказывала, как они все делают не так, а теперь муж мне сказал, начинай. И теперь мне надо показать, как так. Я сначала жутко испугалась, что у меня не получится, что я сейчас посрамлена просто буду за свою болтовню, критику и все такое. И я вам скажу, с чего началось служение. Я трое суток сидела с бумажками адреса евреев. С моим вообще непониманием географии города мне пришлось купить карту города, посмотреть эти адреса по карте. Машин не было, мобилок не было, ничего не было, телефонов не было. Мне нужно было все эти 150 адресов каким-то образом обойти. Поэтому три дня у меня ушло на стратегию. Я разделила город, посмотрела на улицы и так сказала, сегодня иду по проспекту. Я пошла по проспекту, завтра я иду по Стасюка. Я взяла полгорода наших и пошла по людям. Приглашала в домашку. Кто открывал дверь, кто не открывал. Что-то я кому-то там давала. Что-то я делала. И я начала молитву за эту часть города. Раз в неделю я посвящала молитву за часть города. На эту молитву приходило один, иногда два человека, чтобы вы понимали. Через девять месяцев у меня были две домашние группы с двумя лидерами. Моя группа была совершенно еврейская. Абсолютно еврейская. И через девять месяцев началось еще одно служение. И потом регион. все это началось с бумажек. Просто с имен людей, которых я никогда не видела. И это была моя стратегия. Вот так началась община. То есть я понимаю эту работу. Я понимаю, что такое вера, которая вообще должна двигать человеком. И понимание того, что твоих сил, как таковых, твоих сил, их не может хватить, если Бог не будет сопутствовать тебе. Были ли это Божьи цели? Я их от Бога не слышала. Мне просто сказали, делай эту работу. Понимаете? А со временем уже появились люди, которые более методичны, чем я, уже мне. А потом я не могла научить лидеров. Вот я застряла на каком-то этапе, потому что я могу, а они не могут. И я очень долго не могла понять, ну что же с ними не так. Ну просто я это я, другие это другие люди. А я думала, что все могут, как я, пройти тем же самым путем. Очень понадобилось много времени, чтобы найти другой язык, другие способы обучения. Поэтому действительно цели могут быть слишком высокие. И человек, Ада сказала, человек, когда на них смотрит, он либо их пугается, может испугаться и вообще не начать делать, потому что это нереально высоко. Хотя Бог так говорит, когда он показывается, это всегда нереально высоко. Всегда нереально высоко. Это не соответствует ни тебе, ни твоему размеру, ни твоему кошельку, ни твоим способностям. Когда Бог дает ведение, это вообще не соответствует тебе. Тут нужна вера. И второе, они могут быть очень высокими, но ты не понимаешь, как туда прийти, и у тебя нету стратегической способности, и ты не знаешь, ну ты начинаешь, короче, просто не понимаешь времени, нет мудрости, начинаешь там, не знаю, гнать лошадей, а время, например, помолиться, ничего не делать. И может быть то, что ты поставила эту цель, это цель не завтрашнего дня, а лет через 10 ты к ней дойдешь. Вот если вот не понимать этого, то можно тоже наломать дров. Да, цели могут быть поставлены просто или неправильно, или неправильно поняты. Вот. И ты мучаешься. И потом вот так просто их, ну вот не получается их достигнуть, и просто та уже как идет, так себе идет. Хорошо. Мы сейчас придем к с вами к следующему этапу. И сейчас мы пойдем по этим с вами конспектикам таким и по слайдам. Сейчас уже, наверное, в писании, не, наверное, таки. Открывайте их, как вы это делаете. Одна из моих любимых тем. Ну, давайте начнем с введения. Я правильно делаю? Давайте начнем со вступительных в тему наставничества в теле. И поэтому начать нужно с того вообще, как мы с вами представляем тело. Что вы знаете об общине Божьей? Что это такое? Что вы об этом слышали? Что такое община Божья? Говорите. Собрание святых. Основание столб истины. Тело Мессии. Невеста Христа. А если я скажу, что это собрание грешников, это будет правда? Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Кто такие святые? Мы. Объясните мне слово святость. Что такое святость? Юридический термин, обозначающий собственность Божью. Правильно? Отделение. Ну вот и все. Это отделенные люди, то есть они не особенные. Так они могут быть грешниками или нет? Друзья, община Божья состоит из грешников, которые понимают, что им нужно спасение. Если вы не понимаете, что мы все с вами грешные люди, то мы в очень тяжелом месте находимся. Ну да. Мы все с вами грешные. И вот это, может, я сегодня сказала, что Деда Мороза нет кому-то. Нам легче жить, если мы будем понимать правду. Нет совершенно ни одного. Не существует. Вообще. Ни в церкви, ни в церкви, ни в монастыре, нигде. Я бы была очень хорошим пастором, если бы люди не мешали. Я вам честно скажу. И гораздо лучшим человеком была бы, если бы не люди. Возможно, у вас с характером все гораздо лучше, чем у меня. Я надеюсь на это. Вот. Кто-то не очень, я слышу, надеется. Но в день, когда я поняла эту страшную правду о себе, что все хуже, чем я думала, мне пришлось с этим разбираться и простить себя, и начать себя принимать. И я вам хочу сказать, что это было далеко не в первые годы моего уверования. И вы знаете, что когда я приняла эту правду о себе, у меня появилось очень много милости и прощения по отношению к другим странным людям. Да, мы святые, потому что Бог взял каких-то грешников и отделил в свою собственность. У нас есть отличительные черты, они обязательно есть, но вот это странное собрание грешников, понимающих свою греховность и ощущающих необходимость спасения, они собраны Богом в тело Христова. В тело Христова, которое есть столб и основание. Совершенно верно. И написано, давайте придем в Писание. Написано, что вот эта вся структура, состоящая из вот этих несовершенных людей, мы же хотим, чтобы все были как Иисус и Христы. Ну, на самом деле, мы хотим, чтобы община, в которой мы находимся, все выглядела, как Ишуа. И вот наше разочарование, оно всегда связано с тем, что таковых мы не находим. Они все, вот эти люди, не соответствуют стандарту, какой бы должен был бы быть человек в общине. Но и вот в этой самой общине Писание Эфесянам 4 глава он поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых. Значит, первая часть такая, что он сам Ишуа взял и поставил, ну, вы знаете, это, да, пятистороннее служение. Для чего? Кто из вас читает текст? Я не буду читать, если вы не откроете Библию. Давайте, открывайте, помогайте мне. Тут это важно. Нет, 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 нет. Понятие сейчас дам. Сейчас понять. Вы вообще туда записываете все, что вам захочется, но, да, я потом скажу, где эту подробную информацию можно получить. Сейчас, да, сейчас так, вот что написано, для чего он поставил пятистороннее служение. Мы с вами должны просто это вспомнить, этот отрывок. Что они должны делать, для чего? Значит, они должны совершать святых, да? Или как? Совершать святых. Или они должны совершенствоваться? Что они должны делать, для чего они нужны? Так, вначале вот давайте, они поставлены пастырями, учителями, первое, к совершению святых. Это как? Дайте мне современный перевод, что это значит? Объясните мне. На что они поставлены? Что такое к совершению святых? Как вы это понимаете? Чтобы встречников становились святыми. Значит, люди должны совершенствоваться. Что-то с этими людьми должно происходить, и для этой работы вот это пятистороннее служение поставлено. И вот с этими людьми что-то происходит. Спасибо, что вы озвучили это. А как оно, значит, к совершению святых, что дальше? На дело служения. Они должны совершенствоваться. Они должны быть поставлены на дело служения. Дальше. Для чего? Для созидания. Идем только сейчас по тексту. Для того, чтобы строилась община. Для того, чтобы строилась община. Это все должно происходить, доколе все мы не придем в единство веры. И познание Сына Божьего в Мужа Совершенного. В Меру полного возраста Мессии. Чтобы мы опять все это для того, чтобы. Для чего? Дабы мы не были больше младенцами. Значит, речь идет о росте. Существует функциональное, существует действие, существует призвание пятистороннего служения, которое направлено на то, чтобы люди не были более младенцами. А раньше мы знаем, что они должны, чтобы не быть младенцами, поставлены на дело служения. Не тогда, когда они станут совершенными, а через дело служения они начнут совершенствоваться. Наоборот, да? Начнут расти, перестанут колебаться, перестанут всями ветрами учений, увлекаться по лукавству человеком и хитрым искусством обольщения, но начнут истинной любовью возвращали все в того, который есть глава о машеях, и из которого все тело, и вот здесь внимание, самое главное, мы вспомнили, о чем тут написано, а теперь скажите мне, вот дальше текст до точки идет, из которого он есть глава, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот такой куча запятых, такой оборот такой. Скажите, пожалуйста, из чего состоит тело? Из члена. Точно ли? Я возражаю. Спасибо. Да. Ну, ну, акцент здесь, друзья, на связь, а не на людей просто лишь. Я думаю о том, вот как оно будет, да, что, вот как, что есть в теле тела Христа, тело висеет, ведь мы явно, но не все люди, которые приходят в собрание. Ну, вы тоже так думаете, что все абсолютно? Мы же не знаем на самом деле. Что определяет членство? Анкета. Что определяет членство в теле? Дух. как? Давайте по тексту. Давайте по тексту. Что определяет? Это люди, которые связаны друг с другом, ведь эта связь, это не может быть быть, ну, в доме не может быть кирпич на Дерибасовской и на Малой Арнаутской. Дом состоит из кирпичей, которые между собой связаны, иначе эти кирпичи не являются частью этого дома. Они могут быть рядом, но они не являются частью этого дома. Чтобы быть частью этого дома, нужно быть связанными с теми кирпичами, которые туда принадлежат. Итак, связь. И здесь написано, что она взаимная. И меру каждого, то есть у каждого есть своя мера, значит, этот человек должен отдавать относительно своих возможностей и их способностей. Здесь взаимность очень важное слово. И таким образом происходит это приращение для того, чтобы человек сам себя строил в любви. Тут вот такой момент, что мы же хотим любви, чтобы нам ее давали. А здесь есть неудобная формула, что только при действии в меру вы можете эту любовь каким-то, сверхъестественным от Бога образом начать получать. Потому что в тело нужно врасти, если хотите. И это взаимные связи. И вот основное понятие, давайте поговорим об этих взаимоскрепляющих связях. То, что можно здесь во вступительных понятиях вам сделать как заметки, это записать себе вот эту фразу взаимно скрепляющие связи. Да, вот введение, вступительные понятия. Запишите себе взаимно скрепляющие связи и запишите себе вопрос, а кто их, вот если буквально вот в теле, кто их, кто осуществляет эту связь между людьми, вот как это происходит, кто эти люди осуществляют, давайте так, кто является связующим звеном. Давайте не будем сегодня духовными. Я знаю, что Господь, аминь и Дух Святой самый главный. Сегодня мы говорим о людях. Каждый человек. Да, каждый. Что за механизм? Давайте поговорим о практическом применении. Пришел человек в общину. Я пришла в общину. Как я в нее могу прирасти, когда речь идет о взаимных связях? Как я туда попаду? Я приняла. Как мне в общину попасть? Я пришла в собрание, помолилась, все сделала. Как мне врасти в общину? Начать служить. Как? Мне начать служить. Что для этого должно произойти? Может быть, это должно быть в общину, в общину, в общину, в общину. Надо домашнюю группу, сначала, чтобы тебя поняли, кто ты такой. Мне нужно, чтобы кто-то меня соединил с телом. Конечно. Кто-то с однокомыми. Кто-то помог мне осуществить эту связь. Кто этот человек? Я прихожу, я сижу в собрании, смотрю на все в шоке, не понимая, что этот прыгает, что этот бегает, что этот упал. Я ничего не понимаю, но меня пугает. Кто-то, может быть, рядом со мной человек, который мне спокойно по описанию все объяснит? Или есть ожидание, что должна сидеть в собрании и получить сама на все ответы? Как мне прийти в служение в эту странную атмосферу для меня, пугающую? Вы же понимаете, что всегда есть тот наставник, который поможет мне осуществить эту связь, этот человек, который, во-первых, меня привел. Как-то, да? Мы с вами являемся связующими звеньями. Мы, люди. Мы с вами связующее звено. И здесь основную роль в этих связях играют как раз Мадрихим. Вот они, вот они, такой клей в общине. Вот они, те люди, которые помогают соединиться членом между собой таким образом, чтобы кровь, кислород и все такое попадали в этот приросший организм. Это такая роль сухожилий в теле, если хотите. Потому что в теле, да, есть разные органы, которые отвечают за разные функции. Есть сухожилия, вот эти Мадрихим, они ими являются. И следующее. Сейчас я прочитаю, давайте. Иезекииль, вы знаете это место. Иезекииль, 37 глава, это пророческое место. Была на мне рука Господня, и Господь вывел меня духом и поставил меня посреди поля. И оно было полно костей и обвел меня кругом около них. И вот весьма их много и на поверхности поля. И вот они весьма сухие. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал им, Господи Боже, ты знаешь это. И сказал он мне, извлеки пророчество на кости сии. И скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сии. Вот я введу дух вас, и оживете. Я обложу вас жилами, связками, связками. Я обложу вас связями, связками, что вас будет соединять. И выращу вас плоть, и покрою вас кожей, и веду в воздухе. Живете, и узнаете, что я Господь. Это пророчество, и потом вот это все начинается в видении, происходить. Когда был дух в тело? Ну когда это произошло, в начале или в конце? Как вы помните это? Сначала все обустало? Сначала все соединялось, структура, вот эта связь в теле. Сначала это происходило. Когда это соединилось, пришел дух и оживил. Для того, чтобы ученики стали Талмидим, Ишуа, чтобы они выполняли работу, он с ними провел хороших три года, соединяя их между собой и делая их единым организмом. Они не были каждый по себе как попал. Он с ними ел, пил, он много сделал работы, чтобы они стали одним целым перед тем, как их раскидать по лицу земли. Уже соединенными по-настоящему в духе одним Богом, одной миссией, одной целью. Но вначале должна была произойти эта связь. И кто привел Петра? Вот он был этим связующим звеном. Мы кто-то, кого-то как-то приводим. Но само по себе не работает. И давайте поговорим об этой функции Мадриха. Вот так. Кто такие Мадрихи? Ну, во-первых, начну с определения. Это еврейское слово. Дерех это путь. Знаете об этом? Дерех это путь. Мадрих это указывающий путь. Андрей взял Петра и говорит пойдем. Он показал ему куда пойти. Дальше наставничество принял Ешо. Они все вместе пришли в одно время. Хотя мы знаем, что отношения там структурные были разными. Их вел сам Господь за собой. Когда сегодня у нас есть другая ситуация. Вы прошли какой-то путь. Или люди перед вами прошли какой-то путь. И вот представьте себе приходите в общину или приходите в домашнюю группу. Где вот со своими в какое-то время мы воевали. вот это придет новый человек в группу. Вот он пришел. Затащили его с горем пополам в домашку. Наконец-то пришел. Произошло великое чудо. И вот все духовные духовные уже такие зрелые вдруг встали и там руки кверху глаза в небо там все такое духовное человек сидит перепугался попал в секту куда что у него в голове. Очень много таких людей приходили в первый и в последний раз. Просто только от того что они там увидели. Мадрих настоящий Мадрих во-первых предупредит всю группу что будет новый гость он делает связь. Понимаете? Он не приведет своего человека понимая что он еще хочет чтобы он остался жив после этого чтобы он как-то прикрепился к телу он точно приведет его в место где приготовленное для него нормально где его там примут и во-вторых он с этим человеком поговорит он объяснит что там чего там ожидать как ему вести попадет с ним домой объяснить что там было он не оставит этого человека со своими мыслями со своими страхами он будет продолжать с ним работать потом он показывает ему куда идти почему идти он осуществляет эту работу наставника там где такая связь работают люди не теряются даже человек попал в группу или попал на собрание в шаббат он пришел что-то он там увидел испугался все сказал оставьте мне в покое если у него есть мадрих он с ним будет продолжать общаться отвечать ему на его вопросы успокоит этого человека и мы его не потеряли если человек предоставлен сам себе у него нет наставника ну будем только надеяться и будем рады что все пройдет хорошо мадрих это тот который указывает путь дальше у меня у вас тут пункт есть это тот кто обязывается отвечать за другого теперь смотрите ну классно когда мы все с вами такие вот как этот мадрих про которого я сейчас рассказала это же просто идеальная картина если мы все просто генетически все такие прям заботливые прям все так наперед продумали мы бы просто ого-го тут сотворили не знаю дела и на такое рассчитываю я буду очень сильно горевать потому что того что я хочу не будет происходить мадрих это тот который абсолютно осознанно принимает ответственность за другого он не будет вести себя как тот брат который говорит что я сторож брату своему что ушел ты ушел а что за ним бегать должен или заставлять его должен это не моя проблема это ваше собрание его напугало это вы себя неправильно в домашней группе вели это не моя проблема этот человек наставник принимает то есть поставьте себе такую заметку наставник это служение это служение которое принимает на себя член общины или член домашней группы это не просто моя инициатива которую я захочу сделаю захочу нет ну по инициативе мы все можем делать что хотим но вот если я подвязываю служение наставника это все уже очень помните я говорила что ответственность должна быть понятна у служителя и ему какую он роль выполняет и тому кто от него что-то ожидает если ты в моей домашней группе я лидер я говорю ты я хочу тебе поручить служение мадриха ты могла бы за это взяться если она говорит да мы с ней идем дальше она понимает что от нее зависит и она точно понимает за кого она будет отвечать за какого человека я хочу чтобы ты стала мадрихом там для Лены или там для там Светы она принимает эту ответственность это очень важно потому что иначе нет смысла ожидать что какая-то там Лена которую вы очень хотите увидеть в вашей домашней группе ну не потеряете или тогда ходите за всеми сами и тогда лидера через полгода нет потому что служит один он все завязано на нем а люди в служение не входят а мы только что учили что они должны становиться на дело служения для строительства тела Христова и наверное начинается все с этого маленького прими ответственность за какого-то человека следующее это тот кто делит свои награды за успех и за ошибки делит ответственность что я хочу сказать я у мужа на работе есть швея девочка с общины нашей я когда-то услышала как она рассказывала что она всегда мечтала шить ее там мне упустили в училище из-за зрения что-то там но она вот она с детства куклам шила и у меня такой импульс спонтанный был говорю я тебя научу хочешь она да нет я не умею я говорю ты мне одно скажи ты хочешь или нет скажи хочешь я увидела в ней способность вот когда у человека есть желание вот мечта неосуществлена ты хочешь она говорит ну я бы хотела я говорю я тебе обещаю что через год ты будешь делать эту работу сегодня она в мастерской мужа единственный человек с которым я могу сложные задачи решать конструкторские по телефону значит в этой когда она пришла она не умела пользоваться техникой она не знала что такое лекала через два года это такой человек в цеху это не человек который заканчивал училище не человек у которого был какой-то стаж работы я взяла ее учеником и провела ну почему я рассказываю вам этот эпизод когда у нее что-то не получалось я точно знала что я где-то не доработала когда наставник берет ученика он он должен понимать что если у его протеже что-то получилось он молодец если у его протеже что-то не получается фактически он как родитель или там старший брат сестра он не он ну он не снимает себя ответственность за какие-то там ошибки этого человека он продолжает с ним работать объясняя ему понимаете да это серьезно представляете если бы каждый член общины вот так принял служение наставника за одного человека вот хотя бы так все вот мы бы с вами взяли как будто бы мы бы взялись за руки мы бы действительно осуществили реальную связь между людьми и помазание и истина и навыки они бы без не верю что прям вот без преломления но они бы точно достигали вот так вы знаете как с бороды на края одежды роновой это бы текло а у нас нет этой связи мы-то ходим в собрании мы отдельные члены на самом деле связи у нас никаких нет вот если правда если мы верим что община это тело тело когда мы смотрим на человеческое тело никому в голову не приходит что руки ноги функционируют самостоятельно вот и опять же мы таки верим в это или не верим что это тело потому что вы называли что это тело да сегодня насколько тело похоже на тело вот в чем наша вера единство вообще самый сложный вопрос я наверное не буду продолжать уже дальше чтобы мы на этом остановились сегодня итог последнее просто запишите что мы к этому вернемся потом что наставник это это служение это вид служения в общине это не самодеятельность это не то что действует по доброй инициативе человека это абсолютно ясное ну как бы не выдуманное человеком а ожидаемая работа в теле мессии нужная когда ее нет это плохо в общем боюсь загрузить загрузить прямо вот что я сейчас такие вещи вот так можем говорить а вы такие вау этого нет этого никогда не будет все так плохо это невозможно ну короче все возможно ну правда не хочу чтобы вы слыша это думали что как все вот плохо и нереально я говорю о вещах которые работают вау а